Сергей Гудков, Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Утро. И утро. И для кого-то утро, для кого-то уже может быть активный день. Спасибо огромное, что вы нашли время прийти снова в нашу студию, потому что вопросов от наших слушателей очень много. Я их собираю в своем аккаунте в Фейсбуке, иногда на Ватсап мне пишут. И вот прям перед эфиром мы пытались разложить, какие вопросы наиболее часто встречаются, по каким темам. Поэтому, конечно же, в преддверии весны всем хочется отношений хороших, правильных, получить от этого удовольствие. Может быть, не всем, но... Разве только весной? Ну, как-то вот где-то есть какая-то такая установка, что весной мужчины становятся внимательнее, женщины красивее. Вообще этих установок, наверное, стереотипов у нас много, и не всему они подходят. Но, тем не менее, вопросы про отношения слушатели наши задают. И сегодня я пообещала, что мы ответим на такие вопросы, как выбрать себе партнера, как построить отношения гармоничные, как получить вообще от всего процесса удовольствие. И чтобы не теряли мы время, прям начнем сразу с вопросов, которые уже сформулированы. Вопрос от женщины. Ей 40 лет. Она спрашивает, отношения длятся несколько месяцев. И после этого она теряет интерес к мужчине, цепляется за что-то и провоцирует разрыв. Она устала вот именно от такого формата, и что-то можно с этим сделать. Ну, первое, что здесь полезно, это поставить себе хорошо сформированный результат, если мы говорим в терминах НЛП. То есть задать себе четкое понимание, чего я хочу, с кем я хочу. Был общий вопрос, как выбрать партнера, как построить отношения. Это вот чисто по ХСР, по хорошо сформированному результату. Какие у меня есть ожидания от отношений, какие у меня ожидания есть от партнера. Антикритерий, то есть проверка экологии, с кем я точно не буду, на что я не соглашусь. Вот формировать некий мысленный фильтр и всех через него пропускать. Да, в какой-то степени это получается тогда, ну, такая более осознанная реакция, а не так, как у нас принято в культуре. У нас же как, да, любовь решает всё. Не всё, не всё решает любовь. Я много раз подчёркиваю, что важно, чтобы были и чувства, и разум, да, не противопоставляя этому, а одно другому, а чтобы это было вместе. У нас очень часто упускают сознательный компонент. Ну вот, возвращаясь к женщине, то есть сформировать, чего она хочет. И мне кажется, что там есть огромный-огромный вопрос к экологии. Похоже, у неё есть разрешение на какие-то короткие отношения. Может быть, она ищет вот эту страсть, романтику, то, что характерно для первых фаз отношений. А то, что характерно для следующих фаз отношений, как раз то, в чём живут пары, которые живут долго, более-менее устойчиво и хорошо, у неё либо нет этих представлений, либо она считает это неромантичным, это не совпадает с её ожиданиями, либо у неё есть ожидание, что если отношения длятся дольше какого-то времени, обязательно будет плохо. И чем меня бросят, может быть, у неё был травматический опыт, у нас же очень мало информации, мы можем только гадать, что было. Лучше я брошу сама первая, поэтому я найду какой-то повод. И это делает. То есть, скорее всего, какой-то определённый запрет внутренний на долгие отношения есть. Вот с этим можно разбираться. То, что она может сделать сама, я уже сказал, сформировать, подумать. Второй шаг, что она тоже может, в принципе, сделать сама, это честно самой себе признаться. Вот, допустим, попадётся мужчина, который более-менее подходящий, взрослый, адекватный, совпадает по критериям, он способен её слышать, с ним можно разговаривать, ценности у них, ключевые ценности, более-менее одинаковые. И пусть она представит, что вот с этим мужчиной она продолжает отношения долго. Если у неё отношения длились несколько месяцев, то пусть представит, что несколько лет. И почувствует, что с ней происходит. Вот там где-то за этим чувством как раз часто кроются воспоминания о том травматическом событии. Это может быть опыт первых, вторых отношений неудачный, а может быть вообще детский опыт, когда она глазами маленького ребёнка смотрела на то, что происходит в семье, когда и мама что-то сказала, или бабушка кто-то. Знаете, когда ребёнок бывает в трансе и попадает внушение прям, что типа все мужики, да, или в отношениях счастья нет. И потом человек всю жизнь несёт эту программу и подчиняется ей. Вот она может до этого добраться сама. Ну, и если ей самой это трудно сделать, это не всегда легко, то я рекомендую, я говорю полезно. Нужно ли, ну, не нужно, она может так и прожить всю оставшуюся жизнь. Но очень полезно тогда и обратиться за профессиональной помощью, чтобы с экспертом, который снаружи это видит, она же погружена в эту ситуацию, она её переживает, у неё это крутится, она находится в плену вот этого, каких-то установок, чтобы человек со стороны мог помочь ей оттуда выйти. Чем хороша эксперт на работу? Это часто, ну, такой более трезвый взгляд на вещи. И, во-вторых, это точка опоры человека, который не участвует в этой проблеме. Он может помочь человеку, который застрял, выбраться из этой колеи, а не закапываться туда глубже и глубже. Вот, то есть, и это ей может быть очень полезно. Ну, вот так. Есть же люди, которые вот любят сливки отношений снимать, и, в принципе, их это не тяготит. То есть, они вот как с цветка на цветок, да, перелетают, как бабочки. И им хорошо, но вот если человек устал, конечно, лучше признаться, что ты сам не справляешься, и обратиться к специалисту. Потому что, я думаю, в такой ситуации с самой выбраться невозможно. Сложно. В психотерапии есть разделы, когда человек может помочь сам себе в чём-то. А есть такие моменты, когда вот намного проще, дешевле, я имею в виду, прежде всего, время, по времени, обратиться за посторонней помощью, чтобы, может быть, специалист там что-то сказал, два слова, иногда это, знаете, как прозрение. Вот оно, почему, всё, теперь всё понятно. Или делай вот так. Человек делает, ситуация меняется. Ну, а по поводу отношений, у нас более-менее сейчас как-то это свобода есть. Кому-то нравится действительно пребывать вот только в романтике, романтика заканчивается, всё, там, следующее или следующее. Если человека так устраивает, да, брать и богу, пусть живёт как хочет. Но если не устраивает, да, тогда с этим что-то стоит сделать. Так, как правильно выбирать партнёра, вы ответили. И ещё есть один вопрос. Ну, как правильно выбирать партнёра, там тоже огромная-огромная область. Мы как-то об этом говорили, но я могу немножко подробнее об этом сказать, если время позволяет, да? Вы говорите, что лучше, чтобы и чувства, и голова работали, вот всё вместе. А как голову включить, и когда вот страсть захлёстывает, ты не можешь... Голову включать нужно раньше, ещё до страсти, когда ещё страсти нет, чтобы человек подумал, с кем я хочу строить отношения. Если человек рассчитывает на долгие отношения, то какие качества в моём партнёре, в предполагаемом, обязательно должны быть? В России какая типовая ошибка, какая частая ошибка, это слишком большой аванс. Ну, я же его люблю, он изменится. Может быть, нет. А если это взрослый человек, то, скорее всего, нет. То есть, там надо не менять партнёра, просто подбирать более подходящего и соглашаться на что-то, что где-то партнёр тебе будет не подходить, но не по ключевым сферам. Естественно, как там, я люблю военных, красивых и здоровенных, выбор должен идти не по внешним критериям. Внешний критерий – это как раз то, что определяет нашу биологическую совместимость, когда нам человек нравится, потом нам нравится запах, вкус. Это то, что создаёт основу для страсти, для чувственного компонента. А сознательный выбор заключается в том, что мы смотрим вглубь, пытаемся понять, что у человека в голове, чего он или она хочет, какие отношения, какие отношения человек хочет построить, какой уровень свободы подразумевается, кто за что будет отвечать, как будет делиться ответственность, кто какую роль будет играть, как мы будем договариваться, если что-то не так. А это обязательно что-то будет не так. Это гарантированно. Можем ли мы вообще о чём-то говорить? Вот это важно узнать в самом начале отношений, прежде всего для себя критерий построить. И тогда получается, что есть некий мысленный фильтр. Он даже когда человек не думает, неважно, мужчина или женщина, даже когда человек об этом не думает, фильтр работает. И неподходящие, они просто не проходят сквозь этот фильтр. Даже если возникает сильная страсть, по биологии там всё равно внутри что-то щёлкает. Ну да, сейчас хорошо, но всё-таки это не тот человек, с которым я буду долго. Тогда, по крайней мере, не так много времени потеряно. Вот. С самим собой поговорить нужно в первую очередь. Полезно. Полезно. Мужчина 55 лет, возраст уже такой, он обеспокоен судьбой своих дочерей. Все три дочери живут с ним, и никто из них не может построить отношения. Он даже пытался их знакомить. И ничего из этого не выходит. Вот беспокойство отца. Ну, понятно, что семейный цикл подразумевает, что дети вырастают, создают свои семьи, в них появляются свои дети, и он так катится, катится без конца. Он вдовец вот ещё. Да, да, да. Да, вдовец. Но тут важно посмотреть, что у них происходит, какую роль играют его дочери. Он вдовец, есть ли у него отношения сейчас или нет. Потому что если у него сейчас нет отношений, это уже может быть маркёром для них, что отношения заканчиваются и больше не бывают. А зачем тогда вступать в них, если нас ждёт боль? Вот, может, ни одного слова в семье не звучать на эту тему, но дети, они же видят состояние, они считывают вот эту всю невербальную информацию, поэтому они могут быть в таком вот состоянии гипнотического транса, но с негативной установкой, абсолютно бессловесной. Вот. Это раз. Второе. Очень важно поинтересоваться у них, они сами-то чего хотят. Может быть, им с папой хорошо. Ну, может быть, он их обеспечивает. У нас есть ещё информация по ним? Скорее всего, хорошо, раз они выходят замуж. Похоже на то, да. А зачем? Такое тоже бывает, когда родители обеспечивают, когда кормят, одевают, человек, допустим, работает, есть какие-то личные деньги, там где-то, может, с кем-то встречаться, приходят домой, даже постель заправлять не надо. Ну, а зачем тогда вступать в брак? И так хорошо, правильно? Да, сколько таких историй, когда мама просит у сына, ой, мне я хочу внуков, внуков, он говорит, ну, где я, я не хочу жениться, где я найду такую, как ты, потому что мама полностью его комфорт обеспечивает. Конечно, конечно. То есть какие-то причины есть. И по большому счёту, это их судьба. Прежде всего, они должны беспокоиться о том, как построить свою жизнь. Но, увы, бывает иногда поздновато. Да. Вот ещё вопрос тоже про отношения, как их строить, и строит ли вообще треугольник пресловутый вермутский. Много холостых мужчин вокруг, но нравятся женатые. Женщина спрашивает 30 лет. И тут же она спрашивает, такой ещё вопрос под вопросик, почему всё-таки мужчины склонны изменять, ну, и мужчины, и женщины, которые находятся в супружеских отношениях? Ну, то, что касается вот этой склонности выбирать не тех партнёров, это же очень сильно перекликается с предыдущей ситуацией. То есть опять нет какого-то разрешения на долгие отношения. То есть изнутри вот этот посыл идёт, у меня долгих отношений не будет, почему-то это невозможно, или счастье невозможно, поэтому любовь или отношение равно там какое-то страдание, какая-то драма, надрыв. И изначально я выбираю неподходящих, чтобы подтвердить это убеждение. Дальше как самоисполняющееся пророчество. Точно так и есть, да? В следующий раз тоже, наверное, так и будет. В следующий раз так получилось. Точно убеждённость растёт с каждым таким случаем. Вот он, венец безбрачия, который нужно снимать, эти гадалки. Мне недавно в ВКонтакте писала девушка, «Что такое венец безбрачия?» Раз уж эта тема вылезла, я хотел про неё рассказать. Сергей, вот венец безбрачия существует или нет? Ну, на определённом уровне он существует. Но это не некая там мистическая энергия, там карма или что-то такое. На самом деле это совокупность установок, которые сидят у человека в голове, которые определяют, что будет происходить с ним и с его семьёй, с его детьми. Есть вот прям целые линии родовые, когда женщины не выходят замуж, рожают детей, рожают девочек. Как правило, девочки тоже рожают девочек. И говорят, вот у них там такая-то венец безбрачия или карма у них такая. Нет, у них очень часто есть мощный миф, который передаётся с поколения в поколение. Типа женщины круче или мужики нам не нужны, они нужны только для одного, чтобы зачать ребёнка. И вот все находятся в плену этого мифа и живут же как-то, живут, да. Вопрос в том, как, нравится ли им это. Если нравится, то и ладно. Да, вот это и есть венец безбрачия, совокупность установок. И в какой-то степени карма это тоже совокупность установок, которая определяет жизнь. Это не какие-то внешние силы, это вот внутри набор фильтров, набор убеждений, ценностей. Вот та самая карта мира, которая есть у человека. И в этой карте мира, вот эта дорожка есть, а всего остального нет. Проблема с картой. Карту можно вот так расширять. Ещё есть вопрос. Женщина 40 лет, тоже про отношения тяжёлые. Муж пьёт и не работает. Есть ребёнок, подросток. Устала, разводиться не хочет, вылечить мужа не может. Ну, она не может вылечить мужа по определению, потому что она не он, да? У неё нет над этим власти. Она чего хочет? Вопроса-то нет, там просто описание ситуации. Вот просто тяжело, говорит, устала. Крик души. Крик души, да. Да, тяжело, устала. В таких отношениях наверняка ребёнку тяжелее, потому что он, возможно, будет взрослым рано очень. Если вот муж пьёт и не работает, он же тогда ребёнок. Ну, такую детскую позицию. Ну да, часто бывает, что мама привлекает на свою сторону ребёнка, чтобы противостоять отцу. Неважно, мальчик это или девочка. Посмотри, какой он нехороший, никогда не будь таким. То есть мальчик будет либо потом тоже, как папа, чтобы показать, что он и папин сын, либо наоборот, он будет абсолютным трезвенником. Знаете, до фанатизма всегда это отвергать. Крайности нехорошие, те, и те. И, естественно, для ребёнка это тяжёлая ситуация, когда он находится в таком расколотом состоянии, что надо быть вместе с кем-то против кого-то. Это же очень трудно для ребёнка. Кого-то из родителей. Кого-то из родителей. Да, нехорошая ситуация. Если мы про эту ситуацию говорим, иногда приходят на консультацию, женщины говорят, вот муж пьёт, можно сделать так, чтобы он не пил? Нет, ты не можешь этого сделать, потому что это не в твоей власти. Но мы можем пойти немножко на другой уровень. Опять же, если пользуюсь терминами НЛП, хорошо сформированный результат. Представим, если бы он не пил, что бы с тобой было? А, ну тогда бы я чувствовала себя хорошо, я могла бы вот это делать, я могла бы, допустим, не беспокоиться о том, как там у меня дома, мне не надо будет бежать, срочно проверять все замки, мне не надо прятать деньги, ну и так далее, и так далее. То есть мы переводим ситуацию в область личной власти. Вот что ты сама можешь сделать тогда, чтобы чувствовать себя так, чтобы вот так себя вести, чтобы независимо от того, пьёт он или не пьёт, у тебя это было возможно. Вот такой вопрос уместен. Но задаст она его или нет, не знаю. По крайней мере, она себя может спросить, чего я хочу. С этого стоит начинать. Послушав вот то, что вы говорите, я думаю, что-то она предпримет. Вот ещё тема власти, контроля. Мужчина 50 лет говорит о том, что есть женщина у него, она ему нравится, но он тоже устал от её истерик на пустом месте и от того, что она контролирует его постоянно от сцен ревности, но с другими женщинами ему скучно. Ну, отношения — это танец или игра. Вот у них такая игра, своеобразная, что нам нужны бурные чувства, мы умеем их получать только таким способом. Значит, я тебя ревную, ты от меня устаёшь, но выбираешь только меня, потому что со мной у тебя отношения интенсивные, имеется в виду в эмоциональном плане. То есть он сам позволяет ей это делать. Может быть, они не договаривались никогда об этом. Может быть, он по каким-то критериям выбрал именно её, потому что ему что-то нужно. Может быть, для него отношения — это где-то там какая-то доля страданий есть. Я должен страдать, иначе это не отношения. Что это за любовь, да, без боли? И прогноз реализуется. Этот паттерн отношений можно изменить, если оба хотят. Если кто-то из них не хочет, тогда, ну, почти бесполезно что-то делать. В отношениях всегда так, оба вносят равный вклад. Если они готовы, если и он, и она хотят, если они от этого устали, понимают, да, что другой игры нет, вернее, что эта игра уже надоела до чёртиков, ну, тогда они, вот в этой ситуации я прямо рекомендую семейную психотерапию, тогда можно достаточно быстро вот этот прям по щелчку пальцев этот шаблон поменять. Ну, либо пусть продолжают так. Спасибо. И вот ещё вопрос тоже про контроль. Женщина 30 лет, она в разводе, сын контролирует, и он себя позиционирует словно муж. Домой она бежит, сыну всего 12 лет. Сама она этого не замечала, пока подруга не обратила её внимания на то, что он ведёт себя как её мужчина, взрослый мужчина. Ну, к счастью, мама в иерархии выше, чем сын, поэтому она может его остановить, сказать, это действительно её полное право сказать жёстко или более мягко, но смысл такой, что ты мне сын, а не я тебе дочь, я не должна перед тобой отчитываться, у тебя есть своё место, вот, пожалуйста, занимай его. Конечно, ребёнок будет недоволен, потому что, если ребёнок залезает на трон, он оттуда добровольно не уходит, но его можно спихнуть. Никакой ребёнок не может противостоять родителю, если родитель настроен решительно. Вот, порядок здесь навести это дело нескольких дней или недель. Всё? Отлично. И вот в преддверии февральско-мартовских праздников про подарки давайте. Вот, насколько вообще подарки, они нужны в отношениях, нужны ли они? И вот эта вот формулировка «ты должен», вот, многие женщины обижаются, если мужчина их не поздравил с каким-то праздником, событием, там, с какой-то датой, вот ты же должен помнить, ты должен поздравить. Есть и мужчины такие, которые тоже обижаются на отсутствие внимания женщины, там, своей партнёршей или жены во время какого-то праздника. В общем-то, зачёркивая всё то, что может быть сделано до этого. И, если дарит кто-то один в отношениях подарок кому-то, а этот подарок не нравится, нужно ли об этом сказать сразу или всё-таки взять подарок и нужно ли ответить взаимностью. Вот по поводу «должен» это тоже огромная-огромная тема. В нормальных взрослых отношениях здоровых есть договор, вещи, которые обсуждаются, кто кому что как будет делать, кому что нужно. Мне кажется, что если кому-то не нужны подарки, об этом можно прямо сказать. Если кому-то нужен определённый подарок, об этом можно прямо сказать. Но я, например, прямо всем говорю, когда меня спрашивают, вот, у тебя будет день рождения, я прямо говорю своим друзьям, которые хотят сделать подарок, чего я хочу. Потому что мне не нужны вот эти неожиданности, которые я потом не знаю. Помните этот мультик про Масяню, да, вот с днём рождения, что это за хрень такая? Ну, это что-то конь, да? Конь, а зачем он мне? Ну, вот так, вот тебе подарок. Отличный мультик про неожиданные подарки. Потом есть невысказанное ожидание, что для меня ценность представляют некие воспоминания, некие даты, ты должен ради наших отношений это подтверждать вот таким-то образом, а кто-то из партнёров может об этом не знать. Вот это всё полезно проговаривать, да? Но проговаривать не так, что ни в обвинительном ключе, ни через проблемную рамку, почему ты опять забыл, да? Всё. Мы тем самым человека отталкиваем. А говорить о себе, сказать, что ну, я буду очень рада или мне будет очень приятно, когда ты, и прописать желательное поведение. На это, по крайней мере, партнёр с большим удовольствием откликнется. Ну, и если уж в конце концов подарок дарят, который, может быть, даже не очень нужен, не очень приятен, то полезно смотреть на уровень выше. Да, вот мелкий уровень это поведение, тот самый подарок. А на уровень выше, что? Там забота, внимание, но всё-таки человек же старался. Вот этот уровень стоит одобрить, как-то подчеркнуть, сказать, что мне приятно, что ты подумал, что хотел что-то сделать. Одобрить это намерение. Потому что, если, а такое бывает в отношениях, когда мужчина что-то делает, женщине, ну, не так немножко, немножко неуклюже, она говорит, вот, вечно ты всё испорчишь, мне это не надо. А для него, в его восприятии почему он мне ничего не дарит? А потому что ты когда-то несколько раз его отвергал, 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 и он понял, что тебе ничего не надо, хотя она хочет. Просто он не знает, что надо тогда. Если я верно поняла, не нужны слова, должен или должна, есть слова «я хочу» это сделать для тебя, или «я хочу, чтобы ты это сделал». Да, «я хочу, чтобы ты это сделал», да. Это более прямо, более честно, и здесь никакого давления. Просто попросить. Вот ещё немного времени остаётся. Я уже тогда, те вопросы, которые не про отношения Тогда я их в сторону отложу. Вот еще есть вопрос про сайты знакомств. Спрашивает мужчина, стоит ли вообще начинать знакомиться на сайте знакомств, если ты этого никогда не делал, но в жизни познакомиться сложно. Ну, принципиально по сайтам знакомств потенциальные партнеры могут быть везде, в том числе на сайте знакомств. Если очень-очень коротко, надо понимать, что большая часть людей, которые там зарегистрированы, вам не подойдут, что там есть серьезный процент неадекватных людей, поэтому задача какая? Очень тщательно профильтровать и как можно быстрее переводить общение из виртуального в реальное, чтобы уже в реальности смотреть на человека, оценивать внешний вид, походку, тон голоса, разговаривать, выяснять какие-то ключевые ценности и понимать, идти дальше или нет. Иначе это виртуальное общение может затянуться и без конца, и без края. Вот так. Там и остаться. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное, что вы ответили на такие важные, интересные вопросы, потому что, ну что, скоро...